В этом году отмечается 25 лет выводу советских войск из Афганистана. Военную службу в этой восточной стране, по данным официальных российских источников, прошли примерно 620 тысяч советских солдат и офицеров. Общие потери убитыми и умершими составили около 14 тысяч человек. Порядка 50 тысяч советских военнослужащих были ранены. Среди тех, кто прошел Афганистан, есть и жители Ленинского района. Во вторник в историко-культурном центре им вручали памятные медали. Сергей Кирюшин, коренной житель поселка Развилка, в 1981 году был призван на срочную службу. Спустя полтора месяца оказался в Афганистане. Пройдя через все невзгоды, Сергей сейчас, повернись, время вспять, вновь не раздумывая, выбрал бы тот же путь и еще раз выполнил свой интернациональный долг. Посмотрите, что сейчас творится. Героин вот этот вот. Вошли американцы. В 40 раз увеличились посевы и, естественно, поток суда. Все вот эти террористические организации, все это оттуда. Ну, можно так вводить, в основном оттуда. Поэтому мы это все-таки как-никак на 10 лет отодвинули вот это все. Война сплачивает людей. Воины-интернационалисты, несмотря на прошедшее четверть века, до сих пор поддерживают связь. А потому на Леи Славы пришло много ветеранов афганской войны. Они почти в память павших в боях в Афганистане сослуживцев и друзей в молчании возложили цветы к вечному огню и к подножию монумента воинам-интернационалистам. Затем в историко-культурном центре состоялось торжественное вручение памятных медалей 25 лет вывода советских войск из Афганистана. В числе награжденных оказалась и одна единственная женщина. Любовь Бабришова отправилась в Афган с супругом. Заключив отдельный контракт, она служила в 40-й армии под командованием Бориса Громова. Часто обстреливали нас, обстреливали, попадали, и виллы попадали, и везде, и друзья гибли. Вот это, конечно, было очень страшно, хранить своих служебств. А погибли, погибли. Обращаясь к участникам мероприятия, Сергей Волощук отметил, что воины-интернационалисты, а их в нашем районе проживают около 200 человек, прошли тяжелые испытания. Но и сегодня они занимают активную гражданскую позицию, неравнодушны к судьбе Родины. Это подтверждает и то, что афганцы, принимая эстафету у ветеранов Великой Отечественной войны, ведут патриотическую работу с молодежью. Мы ездим по школам, в четвертую, в пятую, в седьмую, в гимназию, в музей Черноморского флота. Я думаю, что работа должна продолжаться. Пока живы ветераны, надо ездить вместе с ними, но потом будем ездить одни. И, конечно, в преддверии Дня России, в адрес защитников границ государства, наследниками которого мы все являемся, звучали слова поздравлений с праздником. Люди потеряли на войне очень много здоровья своего. Это были молодые годы, сейчас это чувствуется. Конечно, хочется пожелать крепкого здоровья, хочется пожелать благополучия семье и, конечно, помогать друг другу. Без помощи друг другу невозможно выйти из таких трудных ситуаций. Они это как раз делают.